ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Энакин, случилось чудо! Ты беременна? Да какое это нахрен чудо? Энни, Вар Тандер вышел в релиз. Привет, Тос Амигас, да, это действительно так. Вот в игру японской техники ознаменовал релиз Вар Тандера. Правда, заценить новые танки смогут не все. Улитки, видимо, для того, чтобы слупить бабла на новогодний корпоратив, пошли на хитрость. Дело в том, что ветка прокачки японских танков у обычных игроков будет открыта не полностью, и будет открываться постепенно, если вы не купите специальный набор с премиумным тигром. Но блогеры, само собой, всегда могут получить пресс-код. Чем я и решил воспользоваться, дабы лишний раз, как говорится, щепануть кусок хлеба у сами знаете кого. Кстати, в конце видео будет небольшая зарисовка, а пока несколько слов о технике. На таких танках, как Чири, Чито, Чиха и прочей ху-не, я уже гонял в картошке. Поэтому они мне не особо интересны, в отличие от вот этого аппарата. Это Type 60 SPRG. Что же он, она или оно из себя представляет? По сути, это самоходка со 106-мм двустволкой. Особое внимание привлекает отделение командира танка по совместительству наводчика на полставки. Данная конструкция напоминает водолазный колокол, от которого отпилили все лишнее. 15-мм лист брони надежно защищает командира-наводчика от солнца и пыли. Лучше же всех защищен механик-водитель. Его безопасность обеспечивает 30-мм канонной гаммогенной брони, способной выдерживать выстрелы с травмата с трех шагов. Экипаж этой капсулы смерти расположен строго по фэншую. Спереди располагается мех-вод, который, судя по положению рук, держит две иконы, Мао Цзэдун и Николая Чудотворца. Да ладно-ладно, я пошутил, я знаю, что Мао Цзэдун китаец. На самом деле, во второй руке мех-вод, как и наводчик, держат смартфоны. А вот радист, сидящий спиной к опасности, такое чувство, что раскладывает японскую пассианскоценку на ноутбуки. Ну и поскольку улитки закинули голды на прокачку техники, а я на ней сэкономил, потому что на самом деле ни на чем кроме этой танкетки играть и не собирался, а на остатки дармового золота я смогу исполнить свою давнюю мечту и обвесить свой танк мочалками травы. Главное, я считаю, добавить с левого фланга дополнительной защиты для наводчика в виде двух миллиметров сосновых иголок. А то там вообще ничего нет, а так хоть что-то. Я думаю, никому не нужно объяснять, что данный камуфляж дает преимущество в основном в режиме реализма, либо в симуляторных боях. Но в эти режимы могут играть только генно-особо модифицированные, универсально-нано-конструктивно улучшенные люди, сокращенно... эммм... гомункулы, которые были зачаты и рождены специально для того, чтобы играть в этот режим. Обычные же люди, такие как я, играть в эти режимы не могут, по той простой причине, что не видят абсолютно нихрена. Обидно, конечно, и одновременно странно, что, например, в батле непомеченного человека я могу увидеть с очень дальнего расстояния. А в Вартандре я не могу разглядеть целый танк. Может быть, дело в том, что разработчики батлы позаботились о том, чтобы там было хоть что-то видно. Ходят слухи, что в Вартандре тоже позаботились о том, чтобы было хоть что-то видно, но это немножко другие люди, и вообще в приличном обществе об этом принято помалкивать. Тем временем я закончил украшать ветками свою машину, и теперь готов, слившись с местностью, просто затащить по стелсу. О да, просто фан-мать его, Томас. Как же, собственно, такая техника появилась на свет? Однажды император Японии посетил с визитом офис фирмы Каматсу, и поручил конструкторам во что бы то ни стало в кратчайшие сроки создать самоходку, которая будет в два раза мощнее американских аналогов, вооруженных пушкой М-40. В случае невыполнения поставленной задачи, пригрозив им сипукой. На что конструкторы возразили императору, дескать, сипука для самурая честь. На что немедленно получили ответ, что в их случае сипука будет ректальной. Каково же было удивление императора, когда через неделю ему представили проект самоходки, вооруженной двумя орудиями М-40. Возможно, все было не совсем так, но версия, на мой взгляд, неплохая. Если же говорить об этой самоходке в игре, то, по крайней мере, в аркадных боях, это вполне резвая машинка. Она быстро ездит, поворачивает исключительно за носами. Иногда кажется, что на ней дрифтовалось бы лучше, чем на Ламборджине Уракан из последней НФС. Если же говорить о двух стволах, то недостатков в этом больше, чем преимуществ. Во-первых, они стреляют исключительно дуплетом. Для чайников поясню, что дуплет – это когда два ствола делают бабах одновременно. Стрелять из них поочередно, типа с левого коронной и с правого похоронной, к сожалению, невозможно. Хотя один раз мне где-то что-то повредили, и я все-таки смог это сделать. Повышают ли два ствола ваншотность? На самом деле, спорный вопрос тут решающим фактором, как обычно является, куда и кому вы выстрелили, а не с чего. А вот с выцеливанием уязвимых зон, например, в маске орудия, все немного сложнее. Каждый раз, выцеливая волшебный пиксель, приходится задуматься. Так, у этой машины два ствола, стоящие параллельно друг к другу. Следовательно, два снаряда тоже летят параллельно друг к другу. Значит, один попадет левее перекрестие, второй правее. И как бы вот так вот хитро выстрелить, чтобы ни один не пропал зазря. И это еще в аркаде, где этот крестик хотя бы есть. В реализме все будет еще намного сложнее. Ситуация усугубляется тем, что самоходка может возить всего 10 снарядов. Делим их на два орудия, то есть пополам, и получаем пять выстрелов, произведя которые, данная самоходка превращается в довольно-таки дерьмовую зенитку, благодаря закрепленным на орудиях пулеметам. Угол вертикальной наводки и скорость поворота башни для стрельбы по самолетам, на мой взгляд, подходят не очень. Пулеметы стреляют короткими очередями, после чего уходят на перезарядку. В таких условиях попасть по самолету довольно сложно, если только он не заходит прямо на вас. В перестрелках с одноуровневыми зенитками этой крупнокалиберной тачанки тоже ничего не светит. Перестреливают наглухо. И так как броня может выдержать разве что выстрел из водяного пистолета, ее моментально превращают в решето. Хотя иногда происходит в War Thunder. Чудеса и какому-нибудь танку требуется аж три выстрела, чтобы отправить эту машину на тот свет. Но это абсолютно ничего не дает, так как даже если вас не убили первым выстрелом, то наверняка переконтузили. Весь экипаж и переломали абсолютно все оборудование. А ты стоишь такой, не ездить, не стрелять не можешь, и думаешь, да японский миномет, ну добей ты меня уже, добей меня, наконец. А тем более, когда снаряды заканчиваются, там вообще иной раз хочется просто машину покинуть. В общем, на мой взгляд, машина крайне спорная и подойдет разве что для веселых покатушек в аркаде. Нет, конечно, папки этой игры нагнут и на ней, они вообще на чем угодно нагибают. Это те люди, от которых невозможно замаскироваться абсолютно никакими ветками, просто потому что они знают, где какие кусты растут и моментально вычисляют лишний. Но все равно, всего пять выстрелов в реализме. Лично я обычно столько раз выстрелить не успеваю, но вот люди с нанозрением обычно играют в нем подольше. Так что, скорее всего, пяти выстрелов им покажется мало. Ну а для меня это все-таки угарная двустволка для быстрой и фановой игры в аркадном режиме, которая отлично подходит для того, чтобы заходить врагам во фланг, в тыл, радостно делать двойное бабах и быстро сваливать. Это, собственно, все, что я могу рассказать вам по этой машине. Остальное вам расскажут вододелы War Thunder, которые, в отличие от меня, играют в эту игру чаще раза в месяц. Амер или Изидыч, например. А у меня на этом все. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и уберите детей от мониторов, потому что сейчас будет обещанная зарисовка. Доброго времени суток, братишка! Братишка! Я фрагов принес! Ёб твою мать! Ты чё, набумзумил, что ли, блять? Начальник, блять, он набумзумил! Скрытой лентой набумзумил, пи***!